Добрый день, дорогие друзья, вы на телеканале ТОН-ТВ, программа «Тема дня». Меня зовут Александр Вальдман, а вместе со мной в нашей Тель-Авивской студии главный редактор сетевого журнала «Всего космоса» Денис Албин. Денис, рад вас приветствовать. Добрый день. Добрый день. Денис, повод для встречи, для разговора, в общем-то, я считаю, исторический во многом. 8 марта космический корабль «Крю Драгон» компании SpaceX Илона Маска приводнился в Атлантическом океане недалеко от мыса Канаверал во Флориде, где-то 450 километров. Далеко или рядом? По израильским меркам. По израильским меркам рядом. Так вот, первая ступень ракета-носителя вскоре после запуска 2 марта вернулась на Землю, а сам корабль 3 марта в автоматическом режиме пристыковался к Международной космической станции. Так вот, у меня к вам вопрос как к специалисту в этой области. В чем вообще величие этого события? Только ли в том, что после успешной автоматической стыковки космонавты из МКС пришли посмотреть, что там внутри у космического корабля Илона Маска?» «Нет. Во-первых, это произошло впервые после 2011 года, когда была закрыта программа Space Shuttle, что американский космический пилотируемый, в данный момент он летел в беспилотном режиме, но вообще пилотируемый корабль добрался до МКС и произвел автоматическую стыковку. До этого даже грузовые космические корабли из США пристыковывали с помощью манипулятора Канадарм-2 вручную». «Почему, возвращаясь непосредственно к моменту стыковки и присутствию в капсуле космонавтов, там был один американец, один канадец, один россиянин, они находились в противогазах. Я увидел фотографии и меня это жутко заинтересовало. С чего вы просто испытывали противогазы?» «Во-первых, так всегда происходит, когда впервые космический корабль стыкуется с МКС, потому что нельзя знать, что во время старта и момента, когда он пристыковался, произошло внутри. Может что-то сгорело, может какие-то ядовитые вещества выделились. Вот в частности пришло сообщение, что когда они открыли люк, почувствовали сильный запах спирта». «Неужели манекен там себе позволил в это время?» «Нет, этот спирт не для питья, он используется в косметике, для протёрки стёкол и оргтехнике. На самом деле, пока официального объяснения тому, откуда взялся этот запах и почему, не было. Количество этого спирта в атмосфере корабля было в допустимых нормах, но тем не менее…» «Решили перестраховаться?» «Нет, они оделись не из-за того, что они оделись до того, как открыли. Но именно для таких случаев, когда непонятно по какой причине, что может произойти в корабле, они одевают противогазы». «Я хотел бы, Денис, попросить Вас более подробно рассказать именно об этом проекте. Космический корабль, управляемый, который пристыковался. Что это такое? Что за проект? Как МАСК шёл к нему?» «Ещё в 2006 году в США была открыта программа COST. Причина в том, что уже заранее планили закрывать программу Space Shuttle. На это было две причины. Первая – это дороговизна запуска. То есть, каждый запуск Space Shuttle обходился уже в 2010 году в 775 миллионов долларов. Также обслуживание его было очень дорогое. К примеру, каждый раз после возвращения и перед следующим запуском перебирали все двигатели. В общем, вся программа Space Shuttle обошлась американцам в 199 миллиардов долларов. То есть, без миллиарда, считайте, 200 миллиардов. Вторая причина – на кораблях не было системы аварийного спасения. То есть, если во время тестовых запусков у пилотов ещё были катапульты, то когда они начали возить экипаж, как говорят, они попросили убрать катапульты, что в случае чего уже вместе с экипажем и остаться на огибнущем корабле. Было две аварии. Был шаттл «Колумбия» в 1986 году и в 2003 челленджи с нашим космонавтом Иланом Рамоном. Это во время спуска. Казалось бы, всего было произведено 135 запусков и две аварии – это меньше процента аварийность. Но экипаж семь человек два раза погиб, то есть, потеряли 14 астронавтов. И вот была принята эта программа, она подразумевала работу с частными компаниями, которые бы могли доставлять грузы и астронавтов Международной космической станции. Значит, она делилась на две части. Это CRS – это Commercial Air Supply Service, это вот в которой сейчас работают корабли «Дракон-1» и «Сигнус». И CCP – это Commercial Crew Program. Это вот то, что мы видели сейчас, к примеру. В 2014 году Маск представил свой корабль Crew Dragon и в сентябре, по-моему, 2014 года уже был подписан контракт на шесть пусков. Такой же контракт на шесть пусков был подписан с компанией Boeing для корабля Starliner. Другие кандидаты не попали в этот список. Даже был суд, Sierra Nevada пыталась судить, но она очень не успевала со своим Dream Chaser. Но они по-прежнему продолжают разрабатывать. Так что, возможно, скоро еще один корабль присоединится. — Хотел спросить вас вот о чем. Вы достаточно подробно оценили ситуацию, когда в 2011 году закрыли программу Space Shuttle. Россия, скажем так, осталась единственным государством, которое было в состоянии доставлять космонавтов на орбиту. В 2014 году отреагировал на это глава Роскосмоса господин Рогозин, который заявил, что теперь США будут отправлять астронавтов на МКС с помощью батута. А вот абстрагируясь от его вот этой шутки, я бы сказал, у американцев появился свой батут, Crew Dragon? — Да, абсолютно. Более того, насколько я могу судить и следить, именно слово батут подстегнуло, дало толчок более ускоренному развитию вот этой программы CCP, что мы можем наблюдать в данный момент. — Сообщается, что Crew Dragon с астронавтами может произойти уже в июле этого года. Помимо этого, еще, по крайней мере, я, если не шлось, на сайте BBC, я прочитал, что полет еще одного частного корабля для NASA Boeing Starliner запланирован на июль, тоже на июль. Роскосмос это все сильно обрадует? — Во-первых, Роскосмос это уже все не радует. Во-вторых, вы немножко ошиблись. Starliner на данный момент должен лететь в апреле. Конечно, всегда возможны переноси. — В апреле нынешнего года? — В апреле нынешнего года. Это будет такой же беспилотный полет, как и был Crew Dragon, то есть он взлетит, пристыкуется, побудет какое-то время в составе МКС и приводнится. — Как же меня волнует вопрос, как Роскосмос пошел на то, чтобы согласиться, на то, чтобы пристыковывались американские корабли к их станции? — Во-первых, это станция не Роскосмоса, она наполовину американская, наполовину российская. Во-вторых, удивило это очень многих. За 2-3 дня до запуска Crew Dragon Роскосмос заявил, что они очень обеспокоены системой стыковки Crew Dragon. И, в общем, очень не хотели бы, чтобы он стыковался в автоматическом режиме. Причина там указывается такая. На кораблях «Союз» стоит 3 компьютера, которые занимаются стыковкой. То есть, если какой-то компьютер делает ошибку вычисления, по двум другим видно, что он ошибся, и стыковка проходит нормально. На корабле Crew Dragon немножко другая система. Там стоит один компьютер, но там 3 вычислительных центра. И если один из этих 3 вычислительных центров по какой-то причине дает сбой, то 2 других его стыкают. Так вот, вся претензия Роскосмоса была в том, что стоит один компьютер, а вдруг он сломается, а вдруг еще что-то. Дело в том, что в 1997 году во время испытания стыковки корабля «Прогресс М-37» произошла авария со станцией «Мир», и станции «Мир» был нанесен серьезный ущерб. Но другое дело, другой вопрос, почему… – А по какой причине? – Это было испытание ручной стыковки, и там были проблемы именно с навигацией, то есть телеметрией. Была очень неприятная ситуация, при том, что в тот момент там находились американские астронавты. Это все понятно, но если бы Роскосмос заявил об этой проблеме за несколько месяцев, то есть было известно, как работает «Крюдрегон», но вот именно за 2 дня до запуска это было немножко неприятно, странно. – Некорректно. – Некорректно. – Некорректно. – Но НАСА сумели за несколько часов перед запуском, пришло сообщение, что НАСА и Роскосмос договорились. – Договорились или заплатили? – Да. О деньгах последний вопрос, Денис. В связи с этим проектом успешно прошел этот полет, я надеюсь, что и в апреле будет тоже успешный полет. Возникает вопрос о космическом туризме. Каковы перспективы его развития именно с этими? По большому счету Маск именно этого и хотел. – На самом деле жаль, что остается мало времени, потому что тема довольно обширная. Дело в том, что НАСА требует на каждый запуск новый корабль и новую ракету. Это договор. Эти корабли, которые уже раз летали с астронавтов, планируются, во-первых, использовать для грузовых миссий. То есть уже не будет Dragon 1, со следующего года к МКС уже будет летать летавший раз в пилотируемом режиме, теперь в беспилотном режиме Crew Dragon. Во-вторых, к примеру, стоимость запуска для NASA Crew Dragon – это 405 миллионов долларов. Хотя для сравнения, стоимость запуска того же Starliner, который скоро должен полететь – это 654 миллиона долларов. – А к слову, сколько стоит запуск прогресса? – Не прогресса, а Союза. – Союза. – Вот это очень интересный момент. Значит, тоже немножко отойду. В самом начале стоимость запуска одного астронавта на Союзе стоила 25 миллионов долларов. А уже в 2018 стоило 82 миллиона долларов. Это при стоимости запуска ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз-МС» 80 миллионов долларов, по моим подсчетам. Некоторые эксперты утверждают, что даже 70 миллионов долларов может быть. То есть, получается, один астронавт полностью оплачивал весь полет. Немножко тоже напрягало NASA. То есть, получается, вы заказываете такси, а таксист берет еще двоих пассажиров и за ваш счет их везет куда-то. Примерно так. За все это время Роскосмос зарабатывал в год 300-400 миллионов. Что тоже очень приятно. Значит, теперь что по поводу туристов. Теперь мы переходим к туристам. Из-за завышенных требований к пилотируемому полетам от NASA, они получили цену в 405 миллионов долларов. То есть, эксперты предполагают, что для коммерческих запусков эту цену можно снизить до 205 миллионов долларов. Что получается в 35,7 миллионов долларов на человека. Еще один момент. И Crew Dragon и Starliner они семиместные. И довольно большой внутренний объем. А Союзы, они трехместные и объем довольно маленький. После запуска появилось в интернете очень много интересных картинок, где показывают, как выглядит изнутри Crew Dragon и Союз, где сидят несчастные космонавты скрючившись. Crew Dragon – это как будто салон большой квартиры. Это лимузины и Запорожец, извините. Значит, подсчитано, что Роскосмос максимум, к примеру, Дмитрий Олегович анонсировал Гагаринский маршрут. То есть, это не полет на МКС для туристов, это орбитальный полет, который может продлиться от нескольких десятков минут до нескольких часов. Такой полет не может стоить меньше 35 миллионов долларов на человека, потому что нужно учитывать, что один человек в команде из трех мест будет занимать пилот-космонавт профессиональный. То есть, они смогут за раз прокатить только двоих. В то же время, вот я вам сказал, на Crew Dragon 35,7 миллионов, но это, извините, вы едете либо на лимузине, либо на Запорожце. Более того, именно вот эти уже летавшие корабли один раз могут использоваться для того же космического туризма. Как на МКС, так и по маршруту Гагарина или, если хотите, маршруту Джона Глена. Ну что ж, будем ждать, я боюсь, что нам денег столько не накопить на такой полет, но, кто знает, может все потешевеет. Как знать. Спасибо, Денис, за очень интересный рассказ, спасибо за интересное мнение, спасибо и, как говорил один известный журналист, будем следить за развитием событий. Спасибо. Спасибо вам, друзья, что были с нами. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok